вот отдали старую стиральную машинку неисправно сейчас будем ее разбирать на всякие нужные детали итак начнем ну первое что приходит на ум здесь уже крышка снята верхняя это вот электрический кабель с вилкой ее мы сейчас открутим отсоединим и можно ее использовать других различных электроприборах потому что то отдельно вилочка стоит приличных денег а тут уже есть проводом окно и теперь отсоединяем проводку снимаем хомутики и и откручиваем все что можно открутить здесь вот виднеется уже конденсатор для электромотора тоже стоит денег отдельно если покупать его в чипи-дипи от 200 до 300 рублей отсоединяю снимаем дверку и замок отнимем манжета уплотнительная здесь пришла в негодность дырявая она не пригодится петли и крышка закручены нержавеющими винтами очень хорошая вещь а нет на герметике чтобы не откручивались эти винтики очень много где пригодятся нержавейка нынче дорога плата управления со множеством различных радиоэлементов которые тоже пригодятся в технике или просто кому пригодится это плата управления если она исправная конечно не знаю а так тут и дроссель и трансформаторы конденсаторы силовые полупроводниковые элементы для управления двигателем откручиваем и снимаем электроклапан водяной с фильтром тонкой очистки отсекает подачу воды может пригодиться каких-либо самоделках также хомутики вот эти вот могут пригодиться для закрепления различных шлангов снимаем лесовую панель машинка видимо стояла сырости в ванной была сырость болты снизу которые ржавеющие из обычного металла прикипели заржавели поэтому очень хорошо помогает ударная отвертка так сняли переднюю панель вот что перед нами тут предстает сам стиральный барабан манжета вот рваная осталась здесь она закрепляется таким хомутом проволочным похоже тоже из нержавейки или с ржавейки не пойму ну нет родни ржавой на работе слоя другого кружек он пригодится теперь здесь необходимо открутить все что тоже откручивается потом подробнее уже все покажу когда разберем видно что тут установлены противовесы тут металлический пойдет металловом всякие электрические элементы это нагревательный тэн на 800 ватт я тут вижу тэн тоже его можно день применить какому-то электрокаттелье самодельном или подогревателя это моторчик слива блок слива и там внизу еще электродвигатель тоже немножко подржавел сейчас все будем откручивать все снимать ну вот барабан стиральный извлечен остался сам металлический корпус здесь остались кронштейны для электропроводки их тоже можно снять потом применить где-нибудь своих поделках самоделках вот они они идут на сам корпус пойдет на металл он здесь 5 точно в нем сейчас другие еще вещи будут из металла вот это вот металлическая чушка противовес вот сам механизм шкив электродвигатель электродвигатель стахогенератором немножко отсыревший подржавевший магнитопровод но это ерунда почистить покрасить и будет сложить осталось тут не снятый пен сейчас мы тоже откручу и надо будет разъединить барабан здесь вот такие защелки достать оттуда барабан вот этот вот нержавеющий из него можно сделать шашлычницу очень хорошую походную она легкая место мало занимает с дырочками вот разобрали барабан ничего может пригодиться такая емкость но в принципе это как емкость если сюда пробочку заткнуть будет такой вот типа тазика здесь расположен подшипник сейчас мы тоже снимем два подшипника туда и вот барабан здесь надо будет открутить у нас осталась одна нержавеющая составляющая и вот эту вещь можно будет сплющить внутрь плоское дно было еще дырочек насверлить и будет отличный мангал легкий нержавеющий и несгораемый и так что же получилось по итогу от стиральной машины значит вот такой вот шнур электрический 220 вольт его можно использовать для всевозможных подключение электроприборов естественно самое главное сам дорогостоящие запчасти это вот такой вот коллекторный электродвигатель на мощность 300 ватт очень высокооборочество из него можно сделать много всяких поделок делают я видел гриндера шлифовальные станки такие с лентой можно также их использовать эти двигатели для других вариантов точила там и тому подобное много разных применений у двигателя вот такой конденсатор дальше электроклапан для воды на 220 вольт при подачи напряжения он открывается и пропускает воду при отключении напряжения он перекрывает вот можно использовать каких-либо домашних подделках для водопровода электронный блок управления стиркой здесь много различных радио деталей можно найти им применение самодельных различных схемах страны панель индикации светодиоды или можно ее отдать тому кому она нужна у кого вышли строя подобной стиральной машинки так вот такие вот гофрированные трубки ну их тоже можно применить для защиты проводов здесь если пропустить провода для каких-либо подделок такие трубочки куча проводов различных вот с датчиками не знаю что за датчик такой это рлюха кто знает пишите вот еще одна ну и так понимаю это наверное какие-то рюшки которые срабатывают при повышенном пенообразовании и тому подобное вот такое вот стекло иллюминатор целое его можно использовать ну как допустим паилку для живности или еще для каких-то целей дальше такая вот гофрированная трубка шланг моторчик слива он исправный его проверил электродвигатель здесь крыльчатка этот моторчик откачивает грязную воду из машинки в канализацию тоже можно как на замену как донор использовать или чего-то еще приспособить как помпочку небольшую такую невысокопроизводительную винты вот такое количество винтов тут длинные восьмерки такие такие это саморезы тут такие гайки фигурные под эти винты восьмерки здесь различного вида саморезики с острый окончанием и с таким с ним с не острым разных видов крестовую отвертку под шестигранник и так далее такой хомутик очень хороший тоже две пружины применению пружин тоже различные можно их использовать вот такие вот защелки они из столистой проволоки не знаю для чего могут пригодиться ну возможно завиталение каких-то крючков не стал пока выкидывать тэн на 800 ватт 220 вольт он исправный также можно использовать как донора он с датчиком температуры датчик тоже исправный я прозвонил вот такой тэн во многих машинках samsung используется либо его используют для нагревания каких-то поделках такие вот еще винтики но это уже нержавеющие саморезы и винтики вот нержавеющие я вообще очень уважаю я их использую в автомобиле особенно в нижней его части для крепления там брызговиков и всего подобного огромное преимущество их то что они нержавеющие они нержавеют и вот эта соль все реагенты зимние которым щедро посыпают дороге никакого вреда им не приносит такая вот петля это дверцы от люка тоже она нержавеющие в хозяйстве можно тоже использовать как петлю это вот от тэна держатель нержавеющая пластинка вот такие вот болты они тоже нержавеющие и ответные гайки под них точно ржавеющие на них можно купить отдельно гайки нержавеющие и использовать также в автомобиле либо еще где-то где повышенное влияние атмосферных осадков либо солей нержавеющие ничего не будет саморезы и винты они с нержавеющие вот это их можно использовать для крепления проводов или рукава и вот столько вот денег я нашел сливе здесь вот в этой трубке еще и деньги нет посчитаю 25 627 28 29 рублей целых было обнаружено в сливе этой машинки вот что можно добыть из машинки а еще забыл сказать сам корпус потянул где-то килограмм на 16 по металлолом а так как металлолом сейчас стоит уже 17 рублей порядка умножайте сами тоже деньги вот такой вот бетонный блок нужен тяжелый и не знаю что за марка бетона очень он тяжелый для бетона даже не знаю куда его использовать похож на противооткатный убор если тут немножко спилить фундамент его можно в качестве в качестве кирпича или камня забудить сам стиральный барабан он тоже изготовлен из нержавейки увидел конструкции из него различие в интернете в частности можно его использовать как мангал вырезать здесь побольше диаметр здесь выровнять вот эту выпуклость вмятия и успешно использовать его в качестве легкого несгораемого мангала он очень легкий переносной можно убрать с собой куда-то там наложить внутри дров вот чтобы не было пустого объема также другие варианты использования есть он так как машинка стиральная узкая имеет небольшую высоту порядка 170 миллиметров и для мангала он вполне подойдет также вот половинку корпуса и оставил пластиковый который имеет ровную поверхность и в принципе ее можно использовать как тазик куда что-то спилить не нужны отростки чтобы принял более форму такую из выступах а вот это отверстие можно заглушить пробкой или шайбой через прокладку можно использовать принципе и как слив для чего-либо типа поддончик такого сливного ну кто еще там что придумает пишите интересно будет услышать с этой стороны подшипники два подшипника и сальник я пока их еще не извлекал но извлеку вот такой вот поддончик получился ну вот наверное и все что я хотел сказать по поводу разборки старой ненужной стиральной машины и о тех деталях и и которые можно применить в хозяйстве хозяйственные люди я думаю в курсе дел сколько это стоит и вариант возможного применения ну вот так всем пока пишите в комментариях чтобы вы хотели дополнить какие-то другие варианты буду рад услышать какие-то новые применения деталям от старой стиральной машины и до новых встреч